Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь, пишите свои комментарии, пожелания. Возможно, озвучим они ваших произведений. С уважением к вам, Павел Беседин. Хозяйка. Федор Михайлович Достоевский. Читает Павел Беседин. Часть первая. Голова первая. Ордынов решился, наконец, переменить квартиру. Хозяйка его, очень бедная пожилая вдова и чиновница, у которой он нанимал помещение, по непредвиненным обстоятельствам уехала из Петербурга куда-то в глушь к родственникам. Не дождавшись первого числа срока найма своего, молодой человек, доживая срочное время, с ожирением думал о старом угле и досадовал на то, что приходилось оставить его. Он был беден, а квартира была дорога. На другой же день после отъезда хозяйки он взял фуражку и пошел бродить по Петербургским переулкам, высматривая все ярлычки, прибитые к воротам домов, и выбирая дом почернее, полюднее и капитальнее, в котором всего удобнее было найти требуемый угол у каких-нибудь бедных жильцов. Он уже долго искал, весьма прилежно, но скоро новые, почти незнакомые ощущения посетили его. Сначала рассеяно и небрежно, потом со вниманием, наконец, с сильным любопытством стал он смотреть кругом себя. Толпа и уличная жизнь, шум, движение, новость предметов, новость положения, вся эта мелочная жизнь и обыденная дребеден, так давно наскучившая деловому и занятому петербургскому человеку, бесплодно, но хлопотливо всю жизнь свою отыскивающему средству умириться, стихнуть и успокоиться где-нибудь в теплом гнезде, добытым трудом, потом и разными другими средствами, вся эта пошлая проза и скука возбудила в нем, напротив, какое-то тихо-радостное, светлое ощущение. Бледные щеки его стали покрываться легким румянцем. Глаза заблестели, как будто новую надеждою, и он жадностью широко стал вдыхать в себя холодный, свежий воздух. Ему сделалось необыкновенно легко. Он всегда вел жизнь тихую, совершенно уединенную. Года три назад, получив свою ученую степень и став по возможности свободным, он пошел к одному старичку, которого до сели знал понаслышке и долго ждал, пока мест ливрейный коммерденер согласился доложить о нем в другой раз. Потом он вошел в высокую, темную и пустынную залу, крайне скучную, как еще бывает в старинных, уцелевших от времени фамильных барских домах, и увидел в ней старичка, увешанного орденами и украшенного сединою, друга и сослуживца его отца и опекуна своего. Старичок вручил ему щепоточку денег. Сумма оказалась очень ничтожной. Это был остаток проданного с молотка за долги прадедовского наследства. Ордынов равнодушно вступил во владение, навсегда откланялся опекуну своему и вышел на улицу. Вечер был осенний, холодный, мрачный. Молодой человек был задумчив, и какая-то бессознательная грусть надрывала его сердце. В глазах его был огонь. Он чувствовал лихорадку, озноб и жар попеременно. Он рассчитал дорогу, что может прожить своими средствами года два-три, даже с голодом пополам, и четыре. Смерклась. Накрабывал дождь. Он сторговал первый встречный угол и через час переехал. Там он как будто заперся в монастырь, как будто отрешился от света. Через два года он одичал совершенно. Он одичал, не замечая этого. Ему пока и в голову не приходило, что есть другая жизнь, шумная, гремящая, вечно волнующаяся, вечно зовущая и всегда, рано ли, поздно ли, неизбежная. Он, правда, не мог не слыхать о ней, но не знал и не искал ее никогда. С самого детства он жил исключительно. Теперь эта исключительность определилась. Его пожирала страсть самая глубокая, самая ненасытная, источающая всю жизнь человека и не выделяющая таким существам, как ордынов, ни одного угла в сфере, другой практической, житейской деятельности. Эта страсть была наука. Она снедала покамест его молодость. Медленным, упоительным ядом отравляла ночной покой, отнимала у него здоровую пищу и свежий воздух, которого никогда не бывало в его душном углу. И ордынов в упоение страсти своей не хотел замечать того. Он был молод, и покамест не требовал большего. Страсть сделала его младенцем для внешней жизни и уже навсегда неспособным заставить постраниться иных добрых людей. Когда придет к тому надобность, чтоб отмежевать себе между них хоть какой-нибудь угол, наука иных ловких людей, капитал в руках. Страсть ордынова была обращенным на него же оружием. В нем было более бессознательного влечения, нежели логически отчетливой причины учиться и знать, как и во всякой другой, даже самой мелкой деятельности, доселе его занимавшей. Еще в детских летах он прослыл чудаком и был не похож на товарищей. Родителей он не знал. От товарищей за свой странный, нелюдимый характер терпел он бесчеловечность, грубость, отчего сделался действительно нелюдим и угрюм и мало-помалу удалился в исключительность. Но в уединенных занятиях его никогда, даже и теперь, не было порядка и определенной системы. Теперь был один только первый восторг, первый жар, первая горячка художника. Он сам создавал себе систему. Она выживалась в нем годами. И в душе его уже мало-помалу восставал еще темный, неясный, но как-то дивно-отрадный образ идеи, воплощенный в новой, просветленную форму. И эта форма просилась из души его. Терзая эту душу, он еще робко чувствовал оригинальность, истину и самобытность ее. Творчество уже сказывалось силам его. Оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и создания был еще далек. Может быть, очень далек. Может быть, совсем невозможен. Теперь он ходил по улицам, как отчужденный, как отшельник, внезапно вышедший из своей немой пустыни в шумный и гремящий город. Все ему казалось ново и странно. Но он до того был чушь тому миру, который кипел и грохотал кругом него, что даже не подумал удивиться своему странному ощущению. Он как будто не замечал своего дикарства. Напротив, в нем родилось какое-то радостное чувство, какое-то охмеление, как у голодного, которому после долгого поста дали пить и есть. Хотя, конечно, странно было, что такая мелочная новость положения, как перемена квартиры, могла отуманить и взволновать петербургского жителя. Хотя бы и Ордынова. Но правда и то, что ему до сих пор почти ни разу не случалось выходить по делам. Все более и более ему нравилось бродить по улицам. Он глазел на все как фланер. Но и теперь верный своей всегдашней настроенности он считал в ярко раскрывшейся перед ним картине, как в книге между строк. Все поражало его. Он не терял ни одного впечатления и мыслящим взглядом смотрел на лица ходящих людей, всматривался физиономию всего окружающего. Любовно вслушивался в речь народную, как будто поверяя на всем свои заключения. Родившийся в тиши уединенных ночей. Часто какая-нибудь мелочь поражала его, рождала идею, и ему впервые стало досадно за то, что он так заживо погреб себя в своей келье. Здесь все шло скорее. Пульс его был полон и быстр. Ум подавленный одиночеством, изощряемый и возвышаемый лишь напряженную деятельностью, работал теперь скоро, покойно и смело. К тому же ему как-то бессознательно хотелось втеснить как-нибудь и себя в эту для него чуждую жизнь, которую он доселе знал или лучше сказать, только верно предчувствовал инстинктом художника. Сердце его невольно забилось тоскою любви и сочувствия. Он внимательнее вглядывался в людей, мимо него проходящих. Но люди были чужие, озабоченные, задумчивые и мало-помалу беспечность Ордынова стала невольно упадать. Действительность уже подавляла его, вселяла в него какой-то невольный страх уважения. Он стал уставать от наплыва новых впечатлений доселе ему неведомых. Как больной, который радостно встал в первый раз с болезненного одра своего и упал. Изнеможенный светом, блеском, вихрем жизни, шумом и пестротою пролетавшей мимо него толпы, отуманенной, закруженной движением. Ему стало тоскливо и грустно. Он начал бояться за всю свою жизнь, за всю свою деятельность и даже за будущность. Новая мысль убивала покой его. Ему вдруг пришло в голову, что всю жизнь свою он был одинок, что никто не любил его, да и ему никого не удавалось любить. Иные из прохожих, с которыми он случайно вступал в разговоры в начале прогулки, смотрели на него грубо и странно. Он видел, что его принимали за сумасшедшего или за оригинального чудака, что, впрочем, было совсем справедливо. Он вспомнил, что и всегда всем было как-то тяжело в его присутствии, что еще и в детстве все бежали за его задумчивый упорный характер, что тяжело, подавлено и неприметно другим проявлялось его сочувствие. которое было в нем, но в котором как-то никогда не было приметно нравственного равенства, что мучило его еще ребенком, когда он никак не походил на других детей, своих сверстников. Теперь он вспомнил и сообразил, что и всегда, во всякое время все оставляли и обходили его. Неприметно зашел он в один отдаленный от центра города конец Петербурга. Кое-как пообедав в уединенном трактире, он вышел опять бродить. Опять пошел, он много улиц прошел и площади, за ними потянулись длинные желтые и серые заборы. Стали встречаться совсем ветхие избенки вместо богатых домов и вместе с тем колоссальные здания под фабриками уродливые, почерневшие, красные, с длинными трубами. Всюду было безлюдно и пусто. Все смотрело как-то угрюмо, неприязненно. По крайней мере, так казалось Ордынову. Был уже вечер. Одним длинным переулком он вышел на площадку, где стояла церковь. Он вошел в нее рассеянно. Служба только что кончилась. Церковь была почти совсем пуста. И только две старухи стояли еще на коленях у входа. Служитель, седой старичок, тушил свечи. Лучи заходящего солнца широкую струей лились сверху сквозь узкое окно купола и освещали морем блеска один из пределов. Но они слабели все более и более, и чем черенее становилась мгла, густевшая под сводами храма, тем ярче блистали местами раззолоченные иконы, озаренные трепетным заревом лампад и свечей. В припадке глубоко волнующей тоски и какого-то подавленного чувства Ордынов прислонился к стене в самом темном углу церкви и забылся на мгновение. Он очнулся, когда мерный глухой звук двух вошедших прихожан раздался под сводами храма. Он поднял глаза и какое-то невыразимое любопытство овладело им при взгляде на двух пришельцев. Это были старик и молодая женщина. Старик был высокого роста, еще прямой, бодрый, но худой и болезненно бледный. С вида его можно было принять за заезжего откуда-нибудь издалека купца. На нем был длинный, черный, очевидно, праздничный кафтан на меху, надетый на распашку. Из-под кафтана виднелась какая-то другая длиннополая русская одежда, плотно застегнутая снизу доверхом. Голая шея была небрежно повязана ярким красным платком, в руках меховая шапка, длинная, тонкая, полуседая борода падала ему на грудь, и из-под нависших хмурых бровей сверкал взгляд огненный, лихорадочно воспаленный, надменный и долгий. Женщина была лет двадцати и чудно прекрасна. На ней была богатая, голубая, подбитая мехом шубейка, а голова покрыта белым атласным платком, завязанным у подбородка. Она шла, потупив глаза, и какая-то задумчивая важность, разлитая во всей фигуре ее, резко и печально отражались на сладостном контуре детских нежных и кротких линий лица ее. Что-то странное было в этой неожиданной паре. Старик остановился посреди церкви и поклонился на все четыре стороны. Хотя церковь была совершенно пуста, тоже сделала его спутница. Потом он взял ее за руку и повел к большому местному образу Богородицы, во имя которой была построена церковь, сиявшим у алтаря ослепительным блеском огней, отражавшихся нагоревшие золотом и драгоценными камнями рези. Церковь служитель, последний оставшийся в церкви, поклонился старику с уважением. Тот кивнул ему головою, женщина упала ниц перед иконою, старик взял конец покрова, висевшего у подножия иконы и накрыл ее голову. Глухое рыдание раздалось в церкви. Ордынов был поражен торжественностью всей этой сцены и с нетерпением ждал ее окончания. Минуты через две женщина подняла голову и опять яркий свет лампады озарил прелестное лицо ее. Ордынов вздрогнул и ступил шаг вперед. Она уже подала руку старику и оба тихо пошли из церкви. Слезы кипели в ее темных синих глазах, опущенных длинными, сверкавшими на млечной белизне лица ресницами и катились по побледневшим щекам. На губах ее мелькала улыбка, но в лице заметны были следы какого-то детского страха и таинственного ужаса. Она робко прижималась к старику и видно было, что она вся дрожала от волнения. Пораженный, бичуемый каким-то неведомо сладостным и упорным чувством, Ордынов быстро пошел вслед за ними и на церковной паперти перешел им дорогу. Старик поглядел на него неприязненно и сурово. Она тоже взглянула на него, но без любопытства и рассеяна, как будто другая отдаленная мысль занимала ее. Ордынов пошел вслед за ними, сам не понимая своего движения. Уже совершенно смерклось, он шел подаль. Старик и молодая женщина вошли в большую широкую улицу, грязную, полную разного промышленного народа, мучных лобазов, постоялых дворов, которая вела прямо к заставе и повернули из нее в узкий длинный переулок с длинными заборами по обеим сторонам его, упиравшись в огромную почерневшую стену четырехэтажного капитального дома, сквозными воротами которого можно было выйти на другую, тоже большую и людную улицу. Они уже подходили к дому. Вдруг старик оборотился и с нетерпением взглянул на Ордынова. Молодой человек остановился как вкопанный. Ему самому показалось странным его увлечение. Старик оглянулся другой раз, как будто желая увериться, произвела ли действие угроза его и потом оба, он и молодая женщина, вошли через узкие ворота во двор дома. Ордынов вернулся назад. Он был в самом неприятном расположении духа и досадовал на самого себя, соображая, что потерял день напрасно. Напрасно устал и вдобавок кончил глупостью, придав смысл целого приключения происшествию более чем обыкновенному. Как не досадовал он на себя поутру за свою одичалость, но в инстинкте его было бежать от всего, что могло развлечь, поразить, потрясти его во внешнем, не внутреннем художественном мире его. Теперь с грустью и с каким-то раскаянием подумал он о своем безмятежном угле. Потом напала на него тоска и забота о неразрешенном положении его, о предстоявших хлопотах. И вместе с тем стало досадно, что такая мелочь могла его занимать. Наконец, усталый и не в состоянии связать двух идей, добрен он уже поздно до квартиры своей и с изумлением спохватился, что прошел было, не замечая того мимо дома, в котором и жил. Ошеломленный и покачивая головою на свою рассеянность, он приписал ее усталости и, подымаясь на лестницу, вошел наконец на чердак в свою комнату. Там он зажег свечу и через минуту образ плачущей женщины ярко поразил его воображение. Так пламенно, так сильно было впечатление, так любовно воспроизвело его сердце эти кроткие тихие черты лица, потрясенного таинственным умилением и ужасом, облитого слезами восторга или младенчинского покаяния, что глаза его помутились и как будто огонь пробежал по всем его членам. Но видение продолжалось недолго. После восторга настало размышление, потом досада, потом какая-то бессильная злость. Не раздеваясь, завернулся вон в одеяло и бросился на жесткую постель свою. Ардельнов проснулся уже довольно поздно утром в раздраженном, робком, подавленном состоянии духа. Собрал наскоро, почти насильно стараясь думать о насущных заботах своих и отправился в сторону противоположную вчерашнему своему путешествию. Наконец он отыскал себе квартиру где-то у бедного немца по прозвищу Шпис, жившего с дочерью Тинхен. Шпис, получив задаток, тотчас же снял ярлык, прибитый на воротах и приглашавший наемников. Наемщиков похвалил Ардельнова за любовь к наукам и обещал сам усердно позаниматься с ним. Ардельнова сказал, что переедет к вечеру. Оттуда он пошел было домой, но раздумал и поворотил в другую сторону. Бодрость воротилась к нему, и он сам мысленно улыбнулся своему любопытству. Дорога в нетерпении показалась ему чрезвычайно длинной. Наконец он дошел до церкви, в которой был вчера вечером, служили обедню. Он выбрал место, с которого мог видеть почти всех молящихся, но тех, которых он искал, не было. После долгого ожидания он вышел краснее. Упорно подавляя в себе какое-то невольное чувство, упрямо и насильно старался он переменить ход мыслей своих. Раздумывая об обыденном житейском, он вспомнил, что ему пора обедать и, почувствовав, что действительно голоден, зашел в тот же самый трактир, в котором обедал вчера. Он уже и не помнил после, как вышел оттуда. Долго и бессознательно бродил он по улицам, по людным и безлюдным переулкам и, наконец, зашел в глушь, где уже не было города и где растелалось пожелтевшее поле. Он очнулся, когда мертвая тишина поразила его новым, давно неведомым ему впечатлением. День был сухой и морозный, какой нередко бывает в петербургском октябре. Неподалеку была изба, возле нее два стога сена. Маленькая лошаденка, понуря голову, с отвислою губою стояла безупряжей, подле двухколесной тронтайки, казалось, об чем-то размышляя. Собака, ворча, грызла кость вблизи. И трехлетний ребенок в одной рубашонке, почесывая свою белую мохнатую голову, с удивлением глядел на зашедшего одинокого горожанина. За избой тянулись поля и огороды. На краю синих небес черенели леса, а с противоположной стороны находили мутные снежные облака, как будто гоня перед собою стаю перелетных птиц. Без крика, одна за другую, пробиравшихся по небу. Все было тихо и как-то торжественно грустно. Полно какого-то замиравшего, притаившегося ожидания, Ордынов пошел было дальше, дальше, но пустыня только тяготила его. Он повернул назад в город, из которого вдруг понесся густой гул колоколов, взывавших к вечернему богослужению, удвоил шаги и через несколько времени опять вошел в храм, так знакомо ему со вчерашнего дня. Незнакомка его была уже там. Она стояла на коленях у самого входа между толпой молившихся. Ордынов протеснился сквозь густую массу нищих, старух в лохмотьях, больных и коллег, ожидавших у церковных дверей милостыни и стал на колени возле незнакомки. А одежда его касалась его одежды, и он слышал порывистое дыхание, вылетавшее из ее уст, шептавших горячую молитву. Черты лица ее по-прежнему были потрясены чувством беспредельной набожности, и слезы опять катились и сохли на горящих щеках ее, как будто омывая какое-нибудь страшное преступление. В том месте, где стояли они оба, было совершенно темно, и только по временам тусклое пламя лампады, колеблемая ветром, врывавшимся через отворенное узкое стекло окна, озаряло трепетным блеском лицо ее, которого каждая черта врезалась в память юноши, мутило зрение его, и глухою, нестерпимую болью надрывало его сердце. Но в этом мучении было свое иступленное упоение. Наконец он не мог выдержать, вся грудь его задрожала и изныла в одно мгновение в неведомо сладостном стремлении, и он, зарыдав, склонился воспаленную головой своей на холодный помост церкви. Он не слышал и не чувствовал ничего, кроме боли в сердце своем, замиравшем сладостных муках. Одиночеством ли развилась эта крайняя впечатлительность, обнаженность, незащищенность, чувство приготовлялось ли в томительном, душном и безвыходном безмолвии долгих бессонных ночей среди бессознательных стремлений и нетерпеливых потрясений духа. Эта порывчатость сердца, готовая наконец разорваться или найти излияние, и так должно было быть ей, как внезапно, в знойной, душный день вдруг зачернеет все небо, и гроза разольется дождем и огнем на залкавшую землю, повиснет перлами дождя на изумрудных ветвях, сомкнет траву, поля, прибьет к земле нежные чашечки цветов, чтоб потом при первых лучах солнца все, опять оживая, устремилась, поднялась навстречу ему и торжественно до неба послала ему свой роскошный сладостный фимиам, веселясь и радуясь обновленной своей жизни, но Ордынов не мог бы теперь и подумать, что с ним делается, он едва сознавал себя, он почти не заметил, как кончилось богослужение и очнулся, продираясь за своей незнакомкою сквозь толпу, порой он встречал ее удивленный и светлый взгляд, останавливая поминутно выходившим народом, она не раз оборачивалась к нему, видно было, как все сильнее и сильнее росло ее удивление, и вдруг она вся вспыхнула, будто заревом, в эту минуту вдруг из толпы явился опять вчерашний старик и взял ее за руку, Ордынов опять встретил желчный насмешливый взгляд его, и какая-то странная злоба вдруг стеснила ему сердце, наконец он потерял их в темноте из вида тогда в неестественном усилии он рванулся вперед и вышел из церкви но свежий вечерний воздух не мог освежить его дыхание спиралось и сдавливалось в его груди и сердце стало биться медленно и крепко как будто хотело пробить ему грудь наконец он увидел что действительно потерял своих незнакомцев ни в улице ни в переулке их уже не было но в голове Ордынова уже явилась мысль сложился один из тех решительных странных планов которые хотя и всегда сумасбродны но зато почти всегда успевают и выполняются в подобных случаях на завтра в 8 часов утра он подошел к дому со стороны переулка и вошел на узенький грязный и нечистый задний дворик нечто вроде помойной ямы в доме дворник что-то делавшее на дворе приостановился уперся подбородком на ручку своей лопаты оглядел Ордынова с ног до головы и спросил его что ему надо дворник был молодой малый лет 25 с чрезвычайно старообразным лицом сморщенным маленький татарин ищу квартиру отвечал с нетерпением Ордынов которая спросил дворник с усмешкой он смотрел на Ордынова так как будто знал все его дело нужно от жилецов отвечал Ордынов на том дворе нет отвечал загадочно дворник а здесь и здесь нет тут дворник принялся за лопату а может быть и уступят сказал Ордынов давая дворнику гривенник татарин взглянул на Ордынова взял гривенник потом опять взялся за лопату и после некоторого молчания объявил что нет нету квартира но молодой человек уже не слушал его он шел по гнилым трясучим доскам лежавшим в луже к единственному выходу на этот двор из флигеля дома черному нечистому грязному казалось захлебнувшемуся в луже в нижнем этаже жил бедный гробовщик миновав его остроумную мастерскую Ордынов по скользкой винтообразной лестнице поднялся в верхний этаж ощупал в темноте толстую неуклюжую дверь покрытую лохмотьями нашел замок и приотворил его он не ошибся перед ним стоял ему знакомый старик и пристально с крайним удивлением смотрел на него что тебе спросил он отрывисто и почти шепотом есть квартира спросил Ордынов почти забыв ее все что хотел сказать он увидел из-за плеча старика свою незнакомку старик молча стал затворять дверь вытесняя ее Ордынова есть квартира раздался вдруг ласковый голос молодой женщины старик освободил дверь мне нужен угол сказал Ордынов поспешно входя в комнату и обращаясь к красавице но он остановился в изумлении как вкопанный взглянув на будущих хозяев своих в глазах его произошла немая поразительная сцена старик был бледен как смерть как будто готовый лишиться чувств он смотрел свинцовым неподвижным пронзающим взглядом на женщину она тоже побледнела сначала но потом вся кровь бросилась ей в лицо и глаза ее как-то странно сверкнули она повела Ордынова в другую коморку вся квартира состояла из одной довольно обширной комнаты разделенной двумя перегородками на три части из сеней прямо входили в узенькую темную прихожую прямо была дверь за перегородку очевидно в спальню хозяев направо через прихожую проходили в комнату которая отдавалась в наймы она была узенькая и тесная приплюснутая перегородкой к двум низеньким окнам все было загромождено заставлено необходимыми во всяком житье предметами было бедно тесно но по возможности чисто мебель состояла из простого белого стола двух простых стульев и залавка по обеим сторонам стен большой старинный образ по золоченным венчикам стоял над полкой в углу и перед ним горела лампада в отдаляемой комнате и частью в прихожей помещалась огромная неуклюжая русская печь ясно было что троим в такой квартире нельзя было жить они стали уговариваться но бессвязно и едва понимая друг друга ордынов за два шага от нее услышал как стучало ее сердце он видел что она вся дрожала от волнения и как будто от страха наконец кое-как сговорились молодой человек объявил что он сейчас переедет и взглянул на хозяина старик стоял в дверях все еще бледный но тихая даже задумчивая улыбка прокрадывалась на губах его встретив взгляд ордынова он опять нахмурился есть пачпорт спросил он вдруг громким отрывистым голосом отворяя ему дверь в сене да отвечал ордынов немного озадаченный кто-то таков Василий ордынов дворянин не служил по своим делам отвечал он подделываясь под тон старика и я тоже отвечал старик я Илья Мурин мещанин довольна с тебя ступай через час ордынов уже был на новой квартире к удивлению своему и своего немца который уже начинал подозревать вместе с покорную Тинхен что навернувшийся жилец обманул его ордынов же сам не понимал как все это сделалось да и не хотел понимать доставить доставить Продолжение следует...